друзья привет наверно вы узнаете эту локацию с нее мы выходим с новостями поэтому сегодня небольшой дайджест news от компании сферы кар вообще что происходит с правым рулем с покупкой автомобилей на дворе октябрь 22 года многое произошло в двадцать втором году поэтому сегодня поговорим о самых горячих вопросах которые мы выбрали из ваших комментариев поехали ребята первый и очень популярный вопрос комментариях он звучит очень просто что с покупкой авто отвечаю с покупкой авто все хорошо бы автомобили из японии и из кореи да 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 мы добавили кто не в курсе корею в список стран куда мы покупаем возим автомобили все хорошо банки деньги отправляют логистика работает с нюансами до таможен таможен автовозы разводят автомобили по всей стране особо ситуация с февраля никак не изменила нашу нишу даже вот сентябрьские события в конце сентября которые произошли они тоже особо ничего не поменяли все этапы работают все хорошо то есть наша сфера практически абсолютно без изменений с новыми реальными которые с нами с февраля 22 года следующий вопрос по популярности это конечно же цены что с ценами сейчас и какие прогнозы по ценам до конца 22 года я думаю только человек живущий в лесу или вообще оторванной от реальности где-то живущий в горах не видел курсы рубля к доллару и к другим валютам то есть рубль стал очень сильным и конечно же это отразилось на стоимости автомобилей потому что из года в год мы страдали от того то что рубль все слабеет и слабее то что доллар сначала стоит 50 55 60 65 и так далее ты думаешь ну куда уже дороже и цены на автомобили просто росли 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 и ты уже такой смирился филдеры потом миллион 100 по миллион двести но нормально вот и происходит 22 год и наш рубль стал сильным благодаря центробанку и цены на автомобили стали очень вкусными то есть я до сих пор вот на дворе уже октябрь 22 года то есть мы в новых реалиях живем с февраля я до сих пор вот удивляя смотрю цены на prada вот самый последний рестайлинг prada там восемнадцатый год на моделисти на колесах на круговом обзоре на кожи на люке раньше такая еще и дизель 28 раньше такая машина до февраля 22 года она стоила ближе к пяти там 4 500-5 миллионов сейчас вот такого prada то есть это самый топ можно взять там за 33 там тире 35 то есть дешевле минимум на миллион я до сих пор смотрю на эти цены и не верю своим глазам то что топовый прадик стоит 35 там вообще прадики сейчас начинаются от 2 600 2 700 то есть это самый пустой правда последнем рестайлинг цены очень вкусные то же самое там накито rx и там допустим rx 200 т в последнем рестайлинге он немножко слукал не в последнем в до рестайле 2016-17 года он стоит 3 миллиона с японии привести они в россии стоят правый руль без пробега не стоят на рынке продаются там 3 600 3 800 4 миллиона рублей то есть экономия блин 600-800 тысяч рублей в маленьких машинах в небольших хэтчбеков гибридах плюс все то же самое цены очень вкусные мне до сих пор не верится ты смотришь и по старой памяти было и стало и то же самое у наших покупателей у них определенный бюджет они еще не знают какие цены им озвучат они думают что они купят дорестайловый альфард какой-нибудь там года 2017 они слышат цены и они говорят давайте нам рестайлинг потому что у них хватает взять рестайлинг вот цены очень вкусные также у нас направление корея как я сказал то есть ты там смотришь на европейцев смотришь на там истинных корейцев hyundai kia вот цены очень вкусные вообще сравнивая все что продается в россии допустим просто пару цен из кореи и то что продается здесь купили гли 3 литра дизель он заходит от 4 3 4 4 миллиона рублей левый руль там пробег до 50 тысяч то есть хороший чистенький автомобиль белом цвете на дроме самый минимум вот сегодня проверял 5 100 до этого был самый дешевый когда мы покупали 5 5 то есть ровно миллион вот есть автомобили подороже допустим audi q8 автомобили которые вот прям дорого стоят всякие porsche и так далее там цены разнятся россия и корея там в миллионы рублей бывает даже достигает целых трех миллионов рублей вот очень выгодно но есть нюанс надо автомобили подождать то есть потому что из-за таких цен люди летом вообще был ажиотаж просто у нас менеджеры не справлялись и реально хоть открывай ночную смену и продавая ночью из-за этого ажиотажа нагрузилась вся логистика и вывести из японии автомобили и скорее даже сейчас есть нюансы надо ожидать все-таки не хватает судов чтобы все вывести просто не хватает стоянок в японии до сих пор на дворе октябрь двадцать второго года кстати немножко статистики чтобы не быть голословым просто а немножко цифр с января по август двадцать второго года было куплено 112 тысяч автомобилей было растаможено владивостокской таможен это на 43 процента больше чем за прошлый год назад то есть там с января по август двадцать первого года вот то есть очень много покупается автомобиля очень много везется позади меня как всегда набитый порт знаете в двадцать первом году бывало что здесь знаете пятачками стоит ну как бы стоят машину здесь пустое место здесь пустое сейчас просто склад выглядит вот так всегда бывает даже суда стоят возле владивостока на нем стоят машина он стоит на рейде ему просто некуда подойти и выгрузиться вот то есть потому что не хватает складов временного хранения выгрузиться растаможить автомобили выпустить их принять новые то есть и поэтому сюда даже возле владивостока в общем друзья вопрос цен на он на самом деле очень большой хочется вам привести в сравнение знаете там nissan но сколько стоил сколько он сейчас то это новые модели появились которые стали проходными появились такие варианты как крузеры квадратные охотники вот мы привозили кто следит за нами инстаграме на ютубе мы показали эти автомобили раньше у тебя с когда у тебя доллар по 75 ты вообще не рассматривать и автомобили потому что они выходили овер дорого но когда у тебя курсы ниже 60 рублей за доллар то мы привезли такие интересные варианты это смотришь на цены сегодня отдавали цивика type r который стоит там 300 это новая машина не пробег полторы тысячи километров 320 лошадей но это просто пушка 3 3132 миллиона рублей всего лишь это просто вау раньше эти машины стоит 4 плюс про цены могу говорить просто мы тут можем задержаться часа на два ребята просто вывод цены вкусный очень до сих пор какие прогноз до конца года до чертова знает здесь просто новые реалии каждый день но уже на протяжении нескольких месяцев центробанк держит доллар на определенном уровне рубль сильный и пока нету никаких предпосылок то что рубль кто-то хочет ослабить многие прогнозы вот концу года как всегда доллар повышая я вообще сейчас не слушаю подобное потому что таких реалий с нами не было никогда поэтому привычные прогнозы из прошлого они не работают сейчас ты просто смотришь и сам себе что-то там в голове предполагаешь вот поэтому если есть свободные деньжата и вы хотите их потратить нужно все равно инфляция разгоняется welcome на японские аукционы ребят следующий вопрос по популярности это про доставку с доставкой до сих пор сохраняются проблемы так как из второго вопроса вы поняли то что цены очень вкусные автомобили стоят интересных очень денег соответственно это влияет то что на покупательскую способность она увеличилась люди накупили автомобилей и когда у тебя вся индустрия в японии на море то есть это все корабли которые перевозили автомобили япония россия то есть у тебя примерно из года в год сохраняется один тот же объем и как правило тенденция когда выходит какие-то новости про глонасс про там что-то новое в законодательстве лаборатории какие-то доллар вырастает по отношению к рублю это все влияло на то то что люди сокращались не покупали они ждали но здесь когда у тебя доллары были по 54 это просто вообще купили 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 у меня просто сообщение вот так вот в отца вот и такое разнообразие из купленных автомобилей у тебя самый дешевые автомобили сам дорогие покупала все в очень больших количествах в чему это привело то что все стоянки в портах были заняты все стоянки которые находились именно прямо в портах где машина ожидают погрузки на суд они были все заняты поэтому автомобили просто автовозы не пускали там в города из которых отправляли и города порты из которых отправляют автомобилей и автомобили начали консолидировать на стоянках которые находятся за этими портами то есть это первые были проблемы они сейчас все равно ситуация напряженная до автомобили сразу же не заезжают в порт они все-таки консолидируются вне портов ожидают приглашения уже на погрузку на судно что с судами так как еще в марте ушел большой перевозчик называется и сель него были здоровенные суда которые могли вмещать до 2000 автомобилей блин это просто вообще ты вот мы стремим на морвокзале и вот их корабль он больше чем здание морвокзала то есть это просто это громадина которая откидывает аппарали у тебя выезжают 2000 автомобилей сейчас конечно же их нету вот и остались небольшие суда максимум который позволял пароход который позволял перевести автомобили это был ангара который сгорел и он мог возить 550 автомобилей насколько я сейчас знаю осталось судно который может возить 380 автомобилей это максимально сейчас на линии япония россия примерно 20 судов они то есть они от где-то 120 на 1 самая маленькая может взять вот где-то в районе 400 автомобилей может взять самый большой корабль который сейчас ходит и перевозит автомобили этих мощностей не хватает и автомобили действительно стоят в очереди на погрузку ждут здесь еще знаете какая проблема то что эти перевозчики они непрофессионально то есть очень много кораблей они их вообще их не было слышно и видно до февраля 22 года потому что были большие ребята были и сели были и другие судовладельцы которые справлялись с объемом и с ними конкурировать было очень сложные маленьких вот этих судов их было ну просто раз два три 4 5 вот сейчас в принципе весь флот который перевозит текущий объем состоит из этих мелких суденышек сейчас сроки вот на данный момент на октябрь это где-то полтора месяца тире два то есть это сроки реальные это я вам говорю даже с учетом того то что погода все-таки летом осенью и зимой она разная то есть когда у тебя холодает у тебя чаще начинаются какие-то ветра какие-то волнения в море и вот с учетом даже погоды примерно вот такие сроки сейчас возможно кто-то из наших клиентов к автомобиле в японии стоит три месяца да и есть такое-то отголоски все этого дикого летнего спроса скажет кому он 20 судов почему вы не можете отправить мою машину смотрите из этих 20 судов мы работаем не со всеми потому что есть очень странные судоперевозчики они мы договариваемся они тебе говорят окей мы возьмем на этот рейс 30 там 50 ваших автомобилей все там присылайте документы все погрузим мы присылаем им документы все надеемся то что эти суда выйдут сообщаем клиентам все есть судно все ваша машина поедут и в день погрузки приходит сообщение от суда владельца извините мы погрузили только опять ваших автомобилей приносим извинения типа переносим ваш автомобиль на следующий судно что игра ну сорян там какие-то у нас изменения ну ладно окей через неделю они обещают отправить на следующей неделе они обещают нам объем тот же там 30 40 машин на этом судне они там ставят 7 ты ребята мы договариваемся на объем десятки автомобилей какие 7 они ну сорян ну то есть идет какая-то подковерная игра то есть кто-то там покупает места может быть в два раза дороже нам никто ничего этого не говорит и в итоге мы выглядим немножечко неудобно перед нашими клиентами вот и мы не работаем с такими судами то есть и мы там сделали себе списочек судов судов владельцев которые серьезно относятся к текущей ситуации которые нам гарантируют объем вот на этом суде у вас пойдет 15 автомобиль на этом 35 а вот на вот этом 50 вот мы работаем только с этими ребятами которые надежно которых можно положиться когда у тебя большой объем когда для тебя очень важно то что пообещали погрузить 50 и грузят тебе 50 ну пусть 48 автомобилей но не 7 вот мы работаем только с этими ребятами поэтому вроде бы судов много 20 но из них ну наверно половина мы с ними не связываемся потому что они нас несколько раз поставили в неудобное положение мы забрали документы на эти автомобили передали их другим судовладельцам вот из-за этого мы потеряли время и из-за этого у нас есть некоторые автомобили которые задержались на три месяца напоминание для людей которые хотят себе купить автомобили с другой страны япония корея если вы позвонили не на мои общайтесь каким-то другими компания которые вам говорят да все классно довезем я потому что постоянно встречаю возим автомобили до 30 дней но таких сроков сейчас нету их вообще нету с февраля 22 года все таких сроков нет никто не возит за 30 дней прошу вас помнить о том что цены вкусные в мире непростая ситуация 22 год повлиял вообще на все сферы бизнеса вообще на жизни всех людей без исключения наша отрасль покупка был автомобилей из японии из кореи это все таки то отрасли которая я не скажу что она прям пострадала она пострадала только она попала в логистический коллапс то что очень резко повысился спрос и текущей мощности они просто были не готовы из-за этого увеличились сроки по поставке мы открыто говорим об этом то что сроки такие там поэтому люди которые себе планируют купить автомобиль будьте готовы к тому то что все таки автомобиль может с момента покупки до момента растаможки прибытия в владиосток пройти два месяца также еще смотрите ребята которые покупают там новосибирск в общем те регионы куда нужно будет доставлять автовозами виду того то что у нас многие товары не поступают напрямую стран из которых они поступали и как это сейчас называется параллельный импорт существует через казахстан через белоруссию через другие страны все это возится на чем на грузовиках вот и поэтому владельцам грузовиков поступили очень вкусные предложения по работе на параллельном импорте они возили автомобили с дальнего востока по всей стране и соответственно когда у тебя очень вкусное предложение от того что а давайте повозим iphone из казахстана или повозим что-то другую технику какую-то но товары из параллельного импорта и опять машины попадают в какую-то стрессовую ситуацию то что не хватает грузовиков не хватает автовозов хотя вокруг владивостока я вот сегодня ехал по объездной там есть площадка где просто я не знаю где-то тягачей 15 стоит грузится стоят пустые на очереди загружаться и все равно не хватает потому что закупили очень много машин поэтому очереди еще и на автовоз я вам говорю это откровенно поэтому кто он говорит да вообще москва отправим вот так вот все это все-таки есть очередь вот и по всем направлениям все-таки есть задержки поэтому если вы еще покупаете где-нибудь москвы с питера как бы предполагайте то что где-то примерно полтора-два месяца это до владивостока машина наверное где-то недели две будет ждать очередь на погрузку на автовоз и еще дед пару недель до москвы вот то есть минимум три месяца на расчет сроки до москвы для дальнего востока все попроще для сибири попроще со сроками потому что автовозы все-таки побольше ходят на эти направления вот ребят в общем сроки сейчас это самое узкое место но как бы вы должны выбирать если у вас не на чем ездить вы продали машину купили себе с аукционной японии и ездите на автобусе есть на арендованной машине но это так себе история если вы купили себе вторую машину в подарок жене дочки детям купили себе автомобиль с аукциона и у вас есть на чем ездить там у родителей взяли или у вас финансовое положение позволяет не продать вы не продали свою текущую машину и ждете свою из японии тогда все окей вы можете подождать там два-три месяца свой автомобиль но если вы без машины и вы купили ее с аукциона ну можете немножко понервничать ожидается автомобиль из японии ребята в общем все обдумывайте звоните нашим менеджером задавайте вопросы по срокам они вам у меня прям постановка постоянно перед менеджером такая сообщайте людям всегда объективные реальные сроки чтобы люди трезво принимали решение готовы ли они ждать полтора-два месяца чтобы автомобиль оказался только в владивостоке а если он еще поедет дальше говорите его ситуации с автовозами поэтому ребята если вы общаетесь параллельно с другими компаниями которые вам обещают какие-то сроки в два раза быстрее чем я сейчас озвучил ну наверное это все не очень правда но возможно у них какие-то чудесные какие-то vip линии но я сомневаюсь ребят следующий вопрос что дает отмена глонасс это один из плюсиков которые подъехал к нам летом очень радостная новость то что отменили вот до 23 года может быть продля кстати говоря мораторий на отмену и будет очень классно поэтому раньше было это для дальнего востока для жителей дфо можно разрешили не ставить модуль глонасс сейчас для любого россиянина вот это очень радует потому что у тебя нету издержки в стоимости глонасса в стоимости модуля не нужно засовывать этот тюнинг в торпеду куда-то вот в общем отмена глонасс по всем фронтам несет за собой плюс нету расходов нету дополнительного оборудования российского в твоей японская качественно собранная машине поэтому надеемся то что глонасс вообще мы больше не увидим и не услышим о нем сейчас немножко взгрустнули продавцы глонасса и установщики глонасса но как есть следующий вопрос он про таможню если какие-то проблемы при ввозе растамаживание в получении разрешительных документов на границе российской федерации никаких проблем нету абсолютно вообще никаких что феврале в марте вообще вот каждый месяц этого года перечисляю вообще абсолютно все ровно все таможенцы быстро кстати вообще таможня начала очень классно работать с квитанциями по оплате пошлины то есть у нас наши клиенты оплачивают за свои автомобили напрямую федеральную таможенную службу по квитанции пошлины и таможня раньше все-таки знаете были какие-то проблемки бывает там оператор в банке ошибется там немножко кбк не тот укажет и деньги подвисали там на недельку на 2 я приходил списать заявление уточняющие в таможню сейчас вообще просто все классно вообще все разобрались с этими ептс и просто на автомате вот так вот вылетают эти ептс кем кто фантазирует очень много на ю тубе у нас комментариях людей фантазирует то что что-то там запретят там вот просто фантазии людей я руководствуюсь просто логикой официалы не продают очки ну кроме китайцев хендайки а то есть их нет то есть там сейчас вот завозится левый руль там из кореи то там все выгребли завозится из японии что-то там немножко с казахстана из других стран ну там мелочь то есть в основном владивосток такой город через который заходят все автомобили сейчас в россию вот стране нужны деньги и эти деньги можно получить от людей которые желают себе привезти автомобиль в виде пошлин то есть тебе люди сами государством отдают сотнями бывает и миллионами за растамаживание своего автомобиля кто от этого откажется какое государство когда ему нужны деньги кто никто я предполагаю то что вообще никаких препонов со стороны российской стороны стороны там можно каких-то заградительных мер там новых сертификатов и прочего их не будет гонас отменили может быть еще отменят лаборатории не надо будет машины загонять лаборатории это вообще будет очень круто вот но даже лаборатории нас не смущают все по накатана идет в общем подводим итог со стороны российской федерации никаких ужесточений никаких заградительных документов законов ничего не принимали и надеюсь не будут принимать люди которые развивают еще больше своей фантазии они фантазируют на тему стран из которых мы возим автомобили это южная корея япония южная корея она вообще ведет себя нейтрально и там вообще нету никаких предпосылок они не вводят какие-то санкции особо не присоединяются к пакетам санкции ес и сша япония же она все-таки она немножко политики она зависима от сша поэтому она присоединяется к пакетам санкций нашего бизнеса это особо не касается то есть там под запретом супер большие грузовики какие-то там некоторые виды спецтехники под запретом вывоза но у нас физические лица в основном покупают все такие автомобили гражданские для личного пользования вот и поэтому по автомобилям вот только ввели стоимость то что 6 миллионов йен это крайняя цена за которую можно покупать автомобили вывозить их на территорию российской федерации из японии особо каких-то больше запретов со стороны японии нету и тем более они через россию они вывозят тот объем автомобилей который стране у них он больше не интересен и это та страна и все-таки придерживаясь этого мнения я был там шесть раз мне очень нравится эта страна и они очень беспокоятся за экологию и у тебя утилизация автомобиля на заводе она несет как бы экологический след то есть ты все равно выбрасываешь в атмосферу какие-то газы ты в почву воду и так далее в общем у тебя утилизация каждого авто портит окружающую среду а здесь она заезжает на корабль и уезжает в россию и все и у тебя в стране она покаталась там но там как бы покайфовали японцы там она потребляла немножко бензина там и так далее и уехала из страны классно же для японии вот поэтому как бы что наш бизнес будет поджимать япония что они запретят вывоз автомобилей из своей страны ну я вот как-то вот ну не знаю но это нелогично абсолютно вчера ночью опубликовали 8 пакет санкций и сша я все переживал отключат ли страну от свифта потому что вот вот это ну как бы очень предполагаемо было то есть нельзя будет отправить деньги из россии в японию за свои купленные автомобили экономических каких-то санкций в восьмом пакете не было вот то есть там опять каких-то физиков добавили против них санкции какие-то драгоценные металлы нельзя покупать у россии но в общем что то такое там как бы не из нашего с вами мира то есть это для больших очень ребят у которых бизнес там вообще там стали литейный там добыча алмазов вот в общем нас там нету поэтому свифты работы все окей восьмом пакете санкций абсолютно ничего нет касающегося автомобилей поэтому ребят работаем дальше ребят следующий вопрос это южная корея буквально недавно открыли для себя это направление все таки нам писали очень много комментариев почему ребят не возите вот надо возить очень вкусные варианты и мы все-таки начали работать скорее потому что действительно очень интересные варианты в период когда у тебя официалы ничего не продают и а людям нужны автомобили очень разных калибров очень разных по бюджету и по факту но кроме корее найти такое разнообразие такое состояние но в принципе больше негде и мы начали работать скорее смотрите покупая в то есть скорее вы можете себе присмотреть любой европейский американский бренд там мы купили там мерседес бмв audi всякие американские бренды там вот завезли там очень крутой рубикон на него обзор наверно выйдет после этого видео вот очень большое разнообразие автомобилей в разном состоянии разным по ценам смотрите на европейские бренды разница с россией привести себе такой автомобиль из кореи то есть бывает разница достигает миллиона рублей допустим у тебя рубикон джип рубикон который у нас будет на обзоре там они ну конечно же доля удачи должна быть то есть он появляется на корейских автомобильных сайтах по текущим курсом там они заходят 3 3 3 6 миллиона рублей они продаются на дроме на авто точка ру рубикона у которых откидывается крыша откидывается задняя часть и он превращается в такой багги они стоят по 5,5 миллионов рублей то есть разница 2 миллиона гелендваген g63 2019 года там 35 тысяч пробег он получается в 13 с половиной в 14 миллионов рублей их продают за 20 то есть ну там просто вообще кору бывает разница если у вас интерес к внутренним южнокорейским брендам таким как hyundai или kea то вы выиграете но не миллионы но несколько сотен тысяч рублей допустим бестселлеры по популярности запросов это допустим hyundai palisade либо staria разницы в starie бывает доходит даже до миллиона в палисадах ну там где-то 300 тире ну даже 800 тысяч рублей вы сэкономите при взять себе его из южной кореи есть очень интересный вариант который продаются в россии они висят буквально пару дней продаются вот можете заказать но с ожиданием в общем это тоже примерно где-то полтора-два месяца сейчас южной корее сроки смотрите там нет классических аукционов там есть один большой глобальный сайт и еще несколько мелких маленьких сайтов то есть вы на них смотрите автомобиля наши менеджер подбирают вам их вы смотрите грео вот это нравится наш специалист выезжают южной корее осматривает его идет очень много фотографий качественных снимает видео он разбирается в технической части он тестирует немножко прокатиться всякие сколы царапины его общее впечатление от автомобиля проверки на то чтобы она не была в лизинге но там есть свои нюансы южнокорейские вот чтобы машина могла спокойно получить документы чтобы можно было вывести из страны всякие страховые выплаты в общем все проверяется у вас полный расклад по автомобилю наверное даже в южной корее с таким осмотром даже знаете у вас будет больше информации чем с японского аукциона ребят если вам интересно как происходит осмотр в корее нажимайте вот сюда и здесь будет ссылочка на пример осмотров автомобилей из южной кореи ребят что вообще хочу сказать про южную корею как про страну из которой покупаются автомобили она очень удобная потому что корабль идет всего лишь там одни сутки большое разнообразие автомобилей хорошие осмотры делаются наверное не хватает судов там их буквально два-три работают парома то есть все равно с тем ажиотажем который случился летом и до сих пор все-таки наблюдается по покупке и вывозу автомобилей из кореи все-таки наверное маловато паромов сейчас актуальные сроки полтора месяца из южной кореи нам удалось эту машину завести за три недели вот это просто вау срок был но это больше как аномалия то есть повезло просто было свободное место забронировано вот мы туда быть разделали документ засунули эту машину вот и привезли ее в россию вот вообще сроки полтора месяца вообще корея мне нравится и даже были мысли я муж купить себе чего-нибудь там на левом руле вот ну блин люблю свои машины и кстати не знаю выйдет ли обзорный джи крузер до этого видео либо после вот не придаю свою любовь это лесу gs вот хотя с такими курсами можно было себе купить там чем думал лс купить или может быть лси купить но все-таки gs мне очень нравится поэтому даже ничего из южной кореи меня как бы не впечатлил до такой степени что я готов поменять эту машину в общем ребят если у вас есть интерес на левый руль на европейцев на американцев и если у вас есть интерес на hyundai kia оставляйте заявочки внизу там есть там в telegram ватсап хоть куда-нибудь пишите получите расчет актуальные предложения из кореи с актуальными ценами посравнивайте их с ценами в россии будьте приятно удивлены уже будете думать покупать не покупать ребята вот уже почти стела солнце а мы все здесь и отвечаем на вопросы все завершающий вопрос и звучит он так стоит ли в нынешнее время покупать себе автомобиль из-за границ то есть япония корея если вы очень переживательный человек то наверное я вам посоветую все-таки что-то подыскать в россии и однозначно стоит покупать тем людям которые хотят допустим себе rx 200t lexus за 3 миллиона рублей когда они в россии начинаются от 3 600 бушные экономия минимум 600 тысяч рублей конечно же надо его заказать из японии либо вы хотите себе какую-то комплектацию которой нет в россии там на обвеск на люке на там выхлопе каком-то ее просто нет в россии но тоже стоит заказать еще и будет сто процентов приятная цена если вы хотите какой-то эксклюзив которого нет в россии допустим тот же самый civic type r таких машин просто не продается в россии там ты смотришь даже их нет в архиве его однозначно стоит покупайте вести из японии с аукциона потому что стоит того каких-то проблем с отправкой денег по свифту с таможней с логистикой с логистикой мы уже обсудили есть нюансики но в принципе все работает проблем в покупки каких-то нету в то есть вы пусть с новыми сроками в двадцать втором году все-таки сроки добавились но все равно вы купили себе автомобиль и вы его получите в своем городе владивостоке на сибирске москве без разницы поэтому ребят хоть и открываешь первый канал и там блин а как жить будем дальше рекомендую просто поменьше смотреть новостей у вас будет внутреннее состояние получше и вы будете более менее хоть спокойно смотреть в будущее поэтому ребят меньше смотрим новостей это чисто рекомендации от меня как живу я поменьше смотрю новостей побольше занимаясь своей жизнью в том числе финансами вот надо купить машину покупаю над купить там что-то себе там новенькая там и прочее просто покупаю не глядя там на первый канал на их рекомендации как мне жить вот ребят в общем какие-то если будут вопросики внизу ждем вас может быть мы что-то не затронули очень важную тему также пишите и внизу ребята в общем ждите от нас новых обзоров потому что тачки идут сейчас новые красивые вот и наш канал продолжает жить и развиваться вот новый видос новые идеи поэтому подписывайтесь колокольчик там всякие лайки ставьте пока